Как зовут? Ниша, что сделано? Зовут Алексей, ниша тендеры, финансовое сопровождение на данный момент. Собственно говоря, лендинг по локомотивному продукту, банковская гарантия. Сделан лендинг, развернут, запущен АБ-тест, несколько вариантов с дескрипторами. У кого-нибудь есть айпад? Айпад. Айпад или комп? Можете мне кто-нибудь дать айпад, я сразу буду это, комменты давать. С интернетом? Да. Спасибо. И что, какой лендинг? Промо.векс. Промо.векс. ВЕКСИ 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 Нет, КСИ 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 КСИ, да, точка.ру Слэш БГ Нихрена себе Слэш БГ Так, и чего? Расскажи пока. Ну, собственно говоря, опустил на него трафик. Оформление банковских гарантий для победителей государственных торгов. Ну, это один из вариантов, да, видимо, выпал. Так. Собственно говоря, опустил трафик, получил где-то 120 посетителей. Из них конвернул всего 5 лидов. Ну и что? Ну, мне кажется, это мало. Хороший вопрос, смотрите. 120 посетителей пустил. А какой у тебя средний чек одного человека? То есть, какая маржа с одного клиента? 15. 15 тысяч рублей? Да. Ну, не густо. Ну, ладно. 120 посетителей, 5 лидов. Это сколько? Конверсия какая? 4%. 4%. 4-3%. Ну, да, первое, что можно сказать. 120 – это не бизнесмен, в смысле, не репрезентативный выбор для анализа. Будем думать только после 500, 600 или даже 1000. Ну, реально, потому что у тебя могло замешаться несколько ключевых слов, которые исказили всю картину, и ты сделал неправильные выводы. Во-вторых, на самом деле, 4% – это мы зажрались все, привыкли к 15%. Ну, то есть, это уже материал, с которым стоит работать. То есть, очень глупым решением будет вырубить трафик и крутить лендинг для того, чтобы вновь его врубить. То есть, если ты сейчас уже получаешь положительную конверсию, сейчас взвесь, опять же, решение. Что проще сделать – пульнуть трафика больше сюда или крутить здесь что-то? На самом деле, пульнуть трафика. То есть, если машина безэмоциональная, нечеловеческая будет принимать решение, она скажет, езжу понятно, надо сначала увеличить трафик, я уже буду при деньгах, и затем деньги даже с этого трафика пустить на сумасшедшего АБ-тестера, который, просто поставлю задачу ему, 8% сделать или 10%. Ты найди этого сумасшедшего АБ-тестера, потому что я дизайнер верстальщиков две недели. Ну, у тебя, кстати, неплохой дизайн, неплохой дизайн, но есть очень, ну, такие, критические, несколько критических ошибок. Вот видите, много-много буков, российских флагов, ну, не смотрите, просто много буков, российских флагов, достаточно, видимо, хороших текстов. Ну, я так понимаю, ты сам писал, да? Да. Вот. Но нету самого главного. Что это такое? Ну, что за банковские гарантии? То есть, по идее, понятно из контекста. Тут написал, для победителей государственных торгов. То есть, зашедший сюда трафик должен быть уже победителем государственного торга. Совершенно верно. То есть, это значит, мы сразу себе усложняем игру, потому что мы должны очень точечно выщеплять из ключевых слов, понимаешь, вот это все-все-все. А это достаточно сложно. А я говорю другое. Во-первых, принцип, да? У кого еще, поднимите руки, узкая такая ниша, которому приходится по одному прям выцеплять клиентов как-то достаточно сложно. Вот, ну, присядь. Хорошо, что мы за счет тебя вытащили этот пример, потому что скажу, да, что я бы рекомендовал с этим делать. Во-первых, быстро, да, что можно здесь рекомендовать? Первое, это дать понять людям, что вообще такое банковская гарантия и кто с нами работает. То есть, кто наши клиенты. Ну, такой слайд. Кто наши клиенты? И знаешь, иконка, подпись, иконка, подпись, иконка, подпись, чтобы если трафик, например, с бытовая компания или компания-завод какой-нибудь или компания какая-нибудь, я не знаю, такая-то. Ну, то есть, типы компаний, которые могут быть твоими клиентами или же типы физлиц, которые могут быть твоими клиентами, должны увидеть себя чуть ли не под шапкой, кто наши клиенты. А вот важно, чем занимаются, потому что это для тебя не важно. А для них важно, они думают, а это вообще про меня или нет. Ну, например, в системах мониторинга автотранспорта мы говорим, кто клиенты. Да, по идее, любая техника может быть клиентом. А мы указали, что это дальнобойщики, таксопарки и так далее, чтобы они поняли, что и про них это тоже. Поэтому определи список отраслей или видов клиентов, которые с тобой могут работать, и пусти их слайдом. Ну, кто наши клиенты? Ну, это ладно. Все. Да не все. Ну, а там на все. Не верю. Второе. Смотрите, что самое важное. На прошлом миллионе за сто был человек, который продает обеды в офис. Обеды в офис, причем халяльную еду. Хороший ниша, да? Обеды в офис и халяльная еда. Во-первых, что значит обеды в офис? Это значит, аудитория это только юрлица. Правильно? А халяльная еда, это вообще халяльная еда. Ну, она еще уже. В итоге он бьется за крохи трафика, которые там, за какие-то эти объявления в газетах. То есть он сильно усложняет всю жизнь. Я говорю, слушай, а у тебя на халяльной еде мир клином сошелся или что? Да нет, говорит, просто я типа халяльный, знаю все про это. Я говорю, слушай, а если бы ты получил поток заказов на в принципе еду, да? И из этого потока заказов уже скриптом ты бы вычленял юрлиц. Так бы было веселей же. Однозначно веселее. И что было решено? Какая бы основная стратегия была сделана? Мы запустили потоки на ниши, которые однозначно можно было сделать, однозначно было сконвертировать. Какие ниши? Пицца, суши, понимаете? Осетинские пироги. То есть в принципе еда, которая может быть заказана. Он определил в приоритетах, что он может подгрести в первую очередь. То есть пиццу легко, у него там была уже печка какая-то для этого, да? Ну вот, там пироги потом во вторую очередь. Но самое главное что? А самое главное то, что создать поток на вот такие широкие ниши не представляется сложным. И выцепить из этого потока уже скриптом на уровне телефонного оператора юрлиц и сказать, а вы скажите для себя, вы домой заказываете или в офис? Ну, выяснить, да? Вы, собственно, кто? Физическое или юридическое лицо? Ну так, не надо, конечно, спрашивать. Гораздо проще. Собственно, а потом, когда мы выясняем уже из входящего потока юрлицо, для нас это означает, что вместе с этим обедом в это юрлицо едет менеджер. Менеджер, у которого есть маркетинг-кит и который закрывает компанию на долгосрочный контракт поставок. Ну, продает, понимаете, да, эти уже услугу, само обедов в офис. Ну, это принцип из большого потока выгребать нужный. То есть создать большой поток, в котором однозначно будут присутствовать нужные тебе клиенты и вытаскивать их оттуда. Например, почему я вспомнил про этот случай, почему говорю про тебя? Потому что ты говоришь про как бы локомотивную нишу, хотя путаешь понятия. Это не локомотивная ниша. Это, возможно, локомотивная ниша для тебя с точки зрения твоей экспертности или там чего-то еще. Но выцеплять клиентов достаточно сложно, потому что это уже победители государственных торгов. А есть ли более широкий поток в твоем случае, который ты бы мог создать намного легким способом? Ну, 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 как он называется? Участники государственных торгов, те, кто хотят играть и играют. Ну, как выиграть тендер называется? Да, просто говоря, да. То есть это те, кто входит в торги, ну, там тоже есть ряд инструментов, которые я также предоставляю для участников. Ну, вот как выиграть тендер, это называется такой поток. То есть, ну, или консультации, или сопровождение тендерных заявок, или выделение тендерного менеджера. Ну, консалтинг, слово ругательное уже сейчас. В общем, суть в том, что расширяем нишу, да, общий тендерный, и затем уже создаем поток на нее, да, на консультацию, на сопровождение, на все. И затем уже из нее, из более широкого потока, уже с помощью менеджеров, уже с помощью скриптов или других методов мы выцепляем банковские гарантии. То есть это не мешает тебе, на самом деле, работать то, как ты сейчас работаешь, ты абсолютно правильно работаешь, мы увеличиваем трафик, все правильно, денег становится больше, но намного проще схлопнуть мух через широкий поток и через выцепление из широкого потока под нишу. Более того, этот поток я в свое время... Чуть-чуть, в микрофон, говори. Да, этот поток я отследил, я вижу 100% рынка, у меня написан парсер, который мне вытаскивает всех победителей торгов ежедневно, с их имейлами, телефонами и так далее. У меня сидит холодный отдел, холодный отдел продаж, который прозванивает самых интересных. Вот, вопрос в том, как их привести на сайт. То есть я их уже вижу. Их как раз не нужно приводить на сайт. Зачем приводить на сайт? Потому что сайт твой все равно выдаст тебе 10% конверсию. Намного лучше с ними встретиться или сделать какую-то консультацию. Ну, надо к ним ехать на встречу, вот что надо. Конверсия встречи гораздо выше, чем конверсия посещения сайта и гораздо выше, чем конверсия звонка. Я бы так сделал на твоем месте. Я бы взял и протестировал самостоятельно. Я бы съездил по пяти заявкам и продал бы что-нибудь им. Ну, вообще разобрался. Что можно там продать вообще? Ну, что и как? В каком формате? Вот я сегодня постараюсь вам дать одну из тем. Не знаю, как пойдет. Сам решу. Либо сегодня, либо на следующем занятии. Посмотрим. Я хочу выцепить материал, что вам больше актуально. И поменять или оставить в таком же порядке тем. Вот тема отдела продаж. Да? Ну, создание отдела продаж, там, грамотных и так далее. Вот первым этапом создания отдела продаж называется метод. Ну, создание метода продаж. То есть отдел продаж – это структура, обслуживающая метод. То есть как вы продаете. Например, вот он продает через звонки, демонстрации, внедрение. Все по телефону и все удаленно. Да, вот такой метод у него. То есть он совершает холодный звонок, читает скрипт определенный, договаривается о демонстрации, делает на компе демонстрацию, затем внедряет там же на компе и все. А у меня, например, метод может быть другой. У меня предполагается встреча, потому что я понимаю, что чисто с точки зрения целесообразности, чисто математически, у меня так конверсия выше. Я на встречах могу средние чеки больше делать и так далее. Или, например, мой метод – это тест-драйв там и так далее, и так далее. То есть самое главное – понять метод. Метод – это не просто серия шагов. Метод – это еще и что мы говорим, по какой цене мы продаем, с каким продуктом мы заходим. Это вообще как сделать так, чтобы он у тебя, короче, купил и купил нормально. Когда мы понимаем метод, а метод вы понимаете сами, мы начинаем вокруг метода уже строить структуру, которую этот метод начинает повторять за вас. Ну, понимаете, нет? Понимаю, у меня, наверное, так все и работает. Вот, поэтому… Где-то собака поройла. Поэтому, когда мы видим… Ну, вот, например, часть из вас сейчас стоит перед чертой открытия незнакомого направления какого-то нового. Ну, вот мы с Вася, например, вчера общались, он хочет эти, как называется, винные там… кондиционеры для винных погребов, да? Ну, вот, подниша такая, замечательная подниша, средний чек, он по декомпозиции понял, что, ну, там, частные кондиционеры, ну, не прикольно, а вот винные погреба, как подниша, там, 260-300 тысяч, ну, получается, с одного погреба. Нормально, да? Он пока понятия не имеет, собственно, что будут говорить люди на этих винных погребов, как они будут говорить, ну, там, как вообще это все делать. Понятно, что надо сделать там тот же самый лендинг, да, запустить туда трафик. Это вот то, что сто пудов надо сделать. Да, ну, вот он уже сделал. 18 посещений, два звонка. Да ладно. 18 посещений, два звонка? Да, 18 посещений, два звонка. Лично сам принимал, да? Ну, я сейчас… Сейчас. Не важно, важно то, что когда мы стоим на пороге открытия нового направления или развития нового, или развития текущего направления, или как бы развития поднаправления в рамках текущего бизнеса, и мы хотим построить там систему продаж на ней, на самом деле нужно понимать, да, что сначала в эту темную область должны шагнуть вы сами. То есть вот есть темная область, непонятно, как это делать, вот туда и шагайте. Потому что кроме вас, ну, как сказать, с одной стороны, есть хорошая мысль, да, нанять коммерческого директора крутого, и я про это тоже скажу. Но почему-то у меня есть такое наблюдение, что если вы не прошли через продажи сами, если вы сами не умеете нанимать, то вы не сможете нанять крутого коммерческого директора и не сможете отследить, правильно он работает или неправильно. Вот что я скажу. Поэтому лично мой опыт, это опыт, когда я всегда в область развития, которая темная, шагал сам, хер знает как там разбирался. Ну, понимаете, мозг так работает, что внеопределенности я веду себя нормально. То есть, ну, я сам ляпну что-нибудь, предложу что-нибудь, и из этого и складывается метод. То есть, я достигаю результата, потом я оборачиваюсь назад и думаю, о, а как это у меня получилось, да. И вот именно по этой пройденной своей дорожке через неопределенность я и веду других людей. Я уже строю систему, да, потом. Поэтому, господа, если у вас есть области, куда вам надо шагнуть, придется шагать. Так, окей. Итак, месседж такой. Если поток напоминает волосок, то надо поток взять другой, более простой, и из более простого масштабного потока вытянуть тот, который нужен. Ну, господа, следующий кричит заведующий. Да, можно я войдет? Микрофон. Представьтесь. Снежана, отчетность по международным стандартам. Смотрите, Снежана решила свою фотографию. Она услышала триггер женщины, скорее всего. Триггер женщины, да. Ну, и решила, что нет. И свою фотку. Ну, а что? Ну, нормально или нет? Или он лучше? Нормально. Ты единственная здесь, Снежана, ты с таким выражением здесь, типа, нормально, нет? Ну, немножко с наездом, с наездом ты смотришь на людей. Ну, мне надо понять, ее оставлять или менять на другую. Сейчас, смотри, смотри, смотри. Студия финансового консалтинга Снежаны Манько. Дальше. Трансформация отчетности по МФСО. МФСО. Ну, хорошо. Никогда не хочет трансформировать отчетность? Ну, им просто не надо еще. Да я понимаю. Расчет. Когда на IPO они будут собираться или привлекать западное финансирование, тогда нужно будет. Это на перспективу. Ну. А в шорами тоже занимаются? Сейчас. Опыт, тра-та-та, как мы работаем, да-да-да. Там еще отзывы будут длинной такой ленты. Да-да-да. Вот. Здорово, супер. И надо запустить трафик, и будут заявки, но. Но. Неправильно. Почему? У меня еще второй будет. Он будет не от личной студии, а просто от юридического лица. Никто не скажет мне, почему. Почему эта тактика, она выдернет 2% от потенциала, и есть путь, по которому можно пройти гораздо лучше и эффективнее. Как мне кажется, когда попадаешь на этот сайт, понимаешь, что попал на сайте человек или местный, который, соответственно, сам вылипает все эти сайты. Почему это может быть, ну, ну, понятно, это мнение. Вот эту фразу, которую вы прочитали, я восприниму ее как оффер. И, соответственно, оффер будет такой, что студия Снежанна Манько, и Снежанна Манько, и здесь, соответственно, все оффер, да. Наверное, лучше было ссылаться на группу профессионалов. А будет второй, Центр МСФО называется, там будет уже обезличено. Вот Центр МСФО, это прикольное название, да, но не туда мы думаем по-прежнему. Не туда мы думаем, вообще не туда. Так, что, что надо? Понятное предложение, хотя бы, сделать в том, чтобы было понятно оффер вообще, то есть, ну, как бы... Сейчас. Ребята, у нас есть 2 месяца, уже меньше. Месяца 3 недели. Праздники съедят еще 2 недели. Так вот, нам надо за месяц и 2 недели получить существенный, ощутимый финансовый результат. И вы сейчас пытаетесь разыграть комбинацию на этот результат. Я очень по-другому клиенту. Потому что ты сама веришь, что вот эта комбинация, в которую ты сейчас играешь, даст тебе лимон хотя бы? Нет, другая комбинация. Другая комбинация? Идешь в аудиторские компании, с которыми я, в принципе, работаю, у которых уже куча клиентов на это направление, берешь у них проекты на подряд. Просто сейчас мы берем их... Так, вот это хорошая комбинация. Мы так и работаем. Берем на суп подряд, да, у тех, у кого уже есть заказы. Есть, да, у крупных аудиторов. Отлично. Так. Вы помните тему, которую я очень пытался прям вот донести? Манимейкинг, да? Действия, которые актуальны сейчас, на данный момент, действия, которые могут сделаны быстро быть. Действия, которые дадут сильный выхлоп при наименьших затратах и так далее, и так далее. Да? Еще я хотел бы добавить в общую нашу копилку знаний и мышления при принятии решений все-таки учет того, кому мы продаем. Что немаловажно. Почему мне не нравится идея вот такого лендинга вот в таком ключе? А кто клиенты? Юридические лица, либо аудиторские компании, которые... Ну, вот этот лендинг, он для юридических лиц, которые не хотят идти к крупным аудиторам. Смотри, смотри. Юрлица какие? Которым нужна эта отчетность. Там внизу потом написано. А кому нужна эта отчетность? Либо кто по закону попадает. Либо на IPO кто идет? Либо кто на IPO. Таких сколько в России? Сколько их? Ну, их немного. Сколько? Ну, сколько? Ну, немного. Давайте их на лендинг завернем. Хорошая идея. Они уже в крупных компаниях аудируют. Если надо, знаешь, лендинг сделать такой. Если вы на стле или джилет, один из двух, то оставьте заявку. Сейчас действует акция. Какие юрлицы? Может, общинный лендинг не надо тогда? Может быть. А может быть надо. Сейчас поймем. Подожди. Юрлицы, которые работают в западном. Кто? У которых в холдинг иностранные входят. Кому нужно сверху спускают директивы, то отчетность сделать. Те, кто должны привести, ну, директивно, кому спускают отчеты. Значит, те, у кого учредители иностранной компании, это раз, дальше. Те, кто в России, но хотят привлекать западное финансирование, то есть кредитоваться в западных банках и в российских банках. И те, у кого продвинутый менеджмент, то есть те, кто хотят видеть отчетность группы, отчетность там по адекватным правилам, а не просто составленную по российским. А скажи мне, а почему МСФО вообще? Потому что модно. Весь мир работает. Сейчас, сейчас. А почему именно ты на МСФО и почему именно сейчас только на МСФО? Все услышите, пожалуйста, этот вопрос. Потому что ниша, она интересная и дорогая. Вот сейчас, вы занимаетесь винными погребами. Я говорю, почему винными и почему погребами? Ну, это хороший вопрос. Потому что у меня здесь экспертное разрешение может быть очень. Потому что экспертное разрешение, да. Но я бы хотел, чтобы вы не отвечали на этот вопрос. Почему? Потому что у меня это. А вы бы, наоборот, раздергали себя и дали себе возможность освоить, возможно, более широкие и более простые ниши. Не отговаривайте от МСФО. Там еще автоматизация есть МСФО. Это отдельная ниша. Вот скажи мне, а что позволяет сделать МСФО и вообще, что ты умеешь реально? Готовить отчетность по МСФО. Готовить отчетность финансовую. А отчетность финансовая по МСФО, она зачем нужна? Она нужна, чтобы получить финансирование в банках. Она нужна менеджменту для адекватного понимания финансового состояния в группе. То есть это такой приближенный к управленческой отчетности аналог, который можно еще презентовать для внешних инвесторов и кредиторов. Окей. А скажи мне, пожалуйста, а сколько денег ты получаешь с одного клиента? Вот по МСФО. Ну, мы не берем… Вот на данный момент сколько денег ты получаешь? Не меньше трех сотен. Трех сотен? То есть проекты меньше полмиллиона мы не берем просто. Это немного. Знаешь, чем мне не нравится? Это минимум. Если автоматизация, то там получается больше. Сейчас, сейчас. Есть Россия, есть вегетарианцы. Сколько вегетарианцев в России? Каждый десятый. Ну, не бог учет же им продавать. Они все в Питере. Узкая. Да? Двое в Москве. И вот, понимаете, вот мы строим маркетинг на вегетарианцах. Да, нам прочитали в книжках там, да, узкая ниша, она позволяет вам хер знать, если честно. Ну, а что делать-то? Подожди. И вот вы получите через, сосете через лендинг и навстречу вот столько вегетарианцев. Из них вот столько вот согласятся вам заплатить. У меня по всей России написано. Стоп. А еще кто-то там будет вам кочегарить мозг. И вот столько вы в итоге получите. А теперь, кому нужен щебень, друзья? Ну, не хочу я щебнем заниматься. Шучу. Я не про щебень. А на Европу лендинг слоняется? Или только по России? По России. В Европе это все уже давно продвинуто. Ребята, 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 подождите. Вам шашечки или ехать? Нам и то, и другое. Шашечки или ехать? Знаете такой анекдот, нет? Нет. Это когда... Ну, я не помню, почему он смешной, если честно. Ну, я забыл юмор. Но суть его заключается в следующем. Что вам как бы, ну, чтобы у такси вот эти были, вот шашечки там или желтая она была. Или вам надо из пункта А в точку Б добраться? В точку Б. Вот я вам так скажу. Вот сколько зарабатываешь? 300-400. 300-400. На мой взгляд, до нескольких миллионов можно отталкиваться от того, что называется еда, а потом стратегия. Я не говорю сейчас заниматься щебнем. Я лишь говорю о том, чтобы раздергать себя вопросами. А на каком направлении мне клиентов будет получать? Очень просто. И желательно они мне будут давать тот же самый этот чек. А я так скажу. Зная вот кучу бизнесменов, что у всех с финансами полный провал. Управленческая отчетность, управленческий отчет бюджетерный. На уровне оборотов там до даже 60-100 миллионов в год полная жопа. Рублей кто буду? Рублей даже. Я сейчас говорю о вас всех. С финансами полная задница. Учет никакой не ведется. Прибыльность никакая не ведется. Ничего не ведется. Ну, зачастую даже бухгалтерия обычная, она тоже там. Ну, им нужен обычный консалтинг, бухучет, налоги. Ну, это неинтересно же. Почему неинтересно? А тебе интереснее, если каждый из них тебе заплатит 300? Интересно, нет? Не, не очень. А, по бухгалтерии средний чек такой, по бухгалтерии? Средний чек ниже. Я просто работала много с малым и средним бизнесом, сейчас студенческие годы. Они за там 15-20 тысяч весь мозг вынесут. Здесь они хоть за полмиллиона мозг выносят. Приятнее все-таки. Полмиллиона это тоже херня. И это твое лишь убеждение, то, что полмиллиона может стоить только МФСО. Нет. Я так думаю, что МФСО стоит намного больше, на самом деле, если речь идет об аудиторской четверке и так далее. И я так думаю, что решение проблемы стоит тех денег, которые готовы заплатить за это решение проблемы. Понимаешь? И поэтому, ну вот, если бы я был тобой, я бы взял более широкую нишу, ну, связанную, в принципе, с финансовым. Восстановление. И не бухгалтерия, а именно финансовый учет. Никто из них практически не знает, сколько действительно они зарабатывают на одной сделке. Управленческий учет для менеджмента, для понимания вообще, что там происходит в компании. Именно. Да. Сколько это стоишь? То есть, ну, понимаешь, как бы… Ну, это поменьше, чем МФСО. Потом можно еще МФСО сделать. Это гораздо проще. Управленческий учет. Ну, да, потому что МФСО сейчас его делает, приближает к управленке крупной компанией. Мне вот считали сейчас 1С, 1С, 3 миллиона. Кто считал? Ну, автоматизация. Ну, если… Кто-нибудь из вас понимает, сколько чистой реально прибыли он сделал за месяц? И вы уверены в том, что вы правы? А по каким стандартам вы считали? Вот, вот это и проблема, понимаете? То, что когда бизнес, микробизнес, когда я один работаю, и вот у меня есть кэш… Да, сейчас, 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 я это, я обязательно дам слово. Обязательно. Так вот, когда у вас есть кэш живой, да, тогда безусловно, все понятно, вот он кэш, вот в кармане, все круто. Но как только наш бизнес начинает как-то расти, как только формируются сотрудники, начинается какая-то непонятная задница. Почему-то обороты растут, прибыль нет, и в итоге обязательства, все это размывается, все это распыляется, и денег нет, 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 есть или нет, а на самом деле мы работаем, и потом умный финансист какой-то появляется и говорит, а ты понимаешь, что ты в минус с этим клиентом работаешь? Ты говоришь, как это, ну там же кэш, ну как бы вот же кэш, а он тебе считает и оказывается, что ты действительно в минус, просто палишь бабки, дебил. Ну, поэтому, поэтому вот ты вот зациклилась на этом МЦФО, да, МЦФО, какой их на самом деле в России, ну там 100, 100 компаний, условно говоря, 150 компаний, а я тебе говорю про нишу, где вот столько компаний, и твоя задача предложить и придумать им решение, которое будет стоить 200-500, за которое они с удовольствием заплатят, и сделать это на самом высшем уровне качества, и тем самым освоить совершенно другой рынок, совершенно другую нишу. Это как в свое время мы освоили так маркетинг для таких малых компаний, потому что были все эти крутые консультанты McKinsey, не McKinsey, которые писали вот такие вот отчеты за 300 тысяч баксов в час, ну вот. А мы поняли, что совершенно другой род, как бы, проблем интересует более малый бизнес. И за это тоже готова платить. Нужна постановка и автоматизация управленческого отчета, чтобы они в режиме онлайн видели, что происходит и понимали. Сейчас, теперь я хочу послушать людей, чуть-чуть хочу послушать. Да, вот, что хотел сказать. Ну, конкретный пример, на самом деле, как мы озвучим, компания, которая приблизилась с оборотом 100 миллионов рублей, и было полное незнание, откуда что берется, по сути, да, и где прибыль, где или нет. Ну и реально, вот как раз нам требовалось внедрить, мы долго морачивались там несколько месяцев. Мы из Минска выписывали специалисты. Мы из Минска выписали, но там... Что, в Москве не было, что ли? У вас 100 оборотов в месяц? Ну, это мало. МСФО 100 оборотов, там, да, мы с цифрами, с миллиардами просто. Сиди, слушай. Это проще, Горб. Слушай. Слушай людей. Слушай. Ну, то есть, короче, реально нам услуги нету. Да, мы не выписываем из мест, потому что нам просто рекомендовали, что я качать. Ну, да, то есть мы просто по рекомендации брали. Но, по сути, качественные услуги, я вот, ну, взглянул, не нашел. Реально нужно было, потому что мы теряли месяц в миллион. Ребята, сколько из вас, поднимите руки, кто близок к оборотам, стольник в год? Ну, примерно, так или иначе, плюс-минус 10-20 миллионов. Ну, 200 в год. Ну, вот, это вот, вот примерный портрет, я тебе скажу. На самом деле, даже 60 в год, 70 в год, да, ну, вот, от 70 до 300, условно говоря. Вот, вот, примерно твой портрет. А теперь поднимите руки, пожалуйста, те, проще, я говорю, без всяких МФСО, те, кто понимает, что он не понимает ни хера с финансами, что у него точно жопа с финансами. Ну, вот, ничего не чувствуешь, нет, ничего не чувствуешь, что решать надо другую задачу. Эта задача гораздо проще решается, это управленческий учет поставит. Ну, только решай проще ее. Посчитай, сколько стоит зарплата специалиста? 200 тысяч ты ему заплатишь, просто потому что он какой-то на работе. То есть, вот, на личности нормального бухгалтера на 3 месяца. 200 тысяч. А знаешь, как надо им продавать? Знаешь, как надо им продавать? А надо продавать так. Во-первых, надо получить несколько кейсов крутых. Вот, если бы я был тобой, да, и вот меня бы не было сейчас вещающего, как вот в теории, да, я бы сидел и смекнул бы следующее. Е-мое, вот мои клиенты. Как я им сделаю? А это уже миллион за сто, это является такой площадкой, на самом деле, очень часто. Я возьму кого-нибудь точечно из них и сделаю им все хорошо. И они уже сами растрындят всем другим здесь, что все хорошо. Кому сделать хорошо? Понимаешь, как бы? Причем я бы не выкручивал ему там руки, локти, там, не торговался бы сильно. Я бы просто взял бы и решил результат, решил проблему, открыл бы глаза. Затем я бы выстроил систему по понятной схеме. На самом деле, это семинар закрытия на консалтинг. Вот все. Набор семинара через лендинг очень простой. Закрытие на консалтинг. Все. Ты так можешь делать, лимонов 5-6, понимаешь? Миллионов 5-6. А затем играй в свое МЦФО. Сколько тебе влезет? Там еще другой прикол есть. С такими оборотами в основном работают в B2B. То есть... Все, все, мысли... Ребят, все, все, мысли исчерпаны. Кому-нибудь есть еще что-нибудь сказать вот сюда и идем дальше? Все, мысль исчерпана. А если ты ее не поняла, больше тебе ничего не буду говорить. Да. Узко ты мыслишь. Иван Егоров. Москва. Ниша инженерной коммуникации. Смотрите, какой iPad. Так. Лучше перевернуть вот так, да. Вот гад, смотрите. Я переворачиваю, он тоже переворачив... Нет, ну поверни горизонтально. Так лучше... Нет, я вижу. Так, еще раз. Твоя ниша, боже мой, сколько ты там всего? Вот это жесть. Создание инженерных строительных коммуникаций. Рус-энгениринг. Да. И рыцарь, витязь русский. Вот здесь. Ну нет, это... Это вообще-то совершенно тестовая ситуация, потому что я лендинг создал впервые. Профессиональные инженеры, строители помогут в создании любых инженерных систем на ваших объектах в любой точке мира. Сразу говорю, отдаем любой лендинг, любой текст корректору, и он исправляет все ошибки, пунктуационные и грамматические. Создаем любые инженерные системы. Непонятно, что такое инженерная система. Дальше. Триггер женщина. Вот она, у нее сиськи вот с этими ленточками. Предполагается, что это возбудит всех посетителей. Рус-энгениринг. Если мы пишем рус и энгениринг, пишем хотя бы без ошибок, она пишется с двумя буквами И. И, ну это полная порнография, когда русский текст сочетается в одном слове с английским. Какая инженерная система вам нужна? Отопление, дисп... Короче, так скажу. И опять бабы, 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 бабы. Вон, смотрите, тут аниме вообще. Аниме тут на танке. Почему-то Елизавета, блин. Нет, ну заморочился ты не слабо. Время, я думаю, ты убил на этот лендинг. Набережная Уссурийская. Это что за херня? Было-стало. Если ты перевернешь, то, соответственно, оно станет по-человечески. Нет, я вижу. Ну вот, смотри, было набережная Уссурийская. Стало. Ты осветил ее, что ли? Город построил? Нет, это просто я сделал пример. Было-стало. Не было времени по реальным объектам сейчас отфоткивать. Ну, ты сам делал лендинг? Ну, грубо говоря, да. Вот оно и видно, к сожалению. Вот неделя, на самом деле, труда просрана, потому что он абсолютно неверный, он абсолютно неправильный. Потому что вот этот вот весь текст, все эти бабы, ну, как сказать? Ваша задача на данном уровне найти профессионалов в любом решении вопроса. Это свидетельствует, а как бы, ну, как будто вы на шаг назад пошли, если вы пытаетесь незнакомую вам задачу решать сами. Вот почему вы не задаете вопрос, когда строите дом и систему вентиляции проектируете? Вот я, например, сейчас систему вентиляции себе делаю дома. Я же не делаю сам систему вентиляции. Давайте здесь воткнем дырку. Здесь давайте просто вентилятор поставим, чтобы он так жужжал. А здесь поставим холодильник, чтобы, ну, воздух как бы охлаждался, ну, прохладно было. Я же понимаю, что это бред, что системе вентиляции нужен профессионал. Я понимаю, что в зимнем саде нужен профессионал, потому что там, мало ли, мои цветы сгниют, или, мало ли, там, парника, кажется, там будет, а будет сто пудов, если профессионал не будет работать. Почему-то я в бытовых других вопросах этого вопроса не задаю. А почему вы думаете, что то, что тоже требует большого ума, опыта и так далее, и то, что напрямую влияет на ваши деньги, на ваш оборот вообще в бизнесе, вы можете сделать вот так сами? Не знаю, у меня на это ушло лет шесть или семь. Ребята, сейчас только, на самом деле, даже в БМе спецов, которые за абсолютно адекватные деньги вам сделают нормальный, качественный, ну, как бы, инструмент, то, что вот эта работа, это вы спалили, посчитайте стоимость вашего часа теперь, прибыль разделите на количество рабочих часов, и умножьте на то, сколько вы потратили вот на эту херню. И вот во сколько вам обошелся этот лендинг. Это я недавно тут купил кровать и решил ее собрать. Надо было заказывать сборку, а мне мой друг, там, Дамир, говорит, да ладно, сами соберем. Даже интересно. Я думаю, давно не собирал. Я два дня потратил на сборку кровати. Я сбил себе все руки, ну, там, винтел ее, вертел, лего-конструктор там все это смотрел. Интересно было, мне понравилось, реально. Ну, как бы, давно не собирал. Но потом я посчитал ради интереса, сколько стоила мне эта кровать с учетом моей сборки. Час мой стоил примерно 1080. Я ее собирал часов 15 или 16. Вот вам и кровать. Понимаете? То же самое с лендингом. Вот убили вы на этот лендинг свою неделю. Это означает, что вы просрали 1200-300 на этот лендинг только что. Поздравляю, господа. Я, ну, как бы, комментировать я даже не хочу, потому что он должен быть совершенно другим. Он сначала должны быть крупные заголовок, потом должны быть категории клиентов, которые с нами работают, потом сами типы инженерных систем, потом причины, почему с нами стоит работать, потом закрытие там и так далее, и так далее. Ну, не так. Самое, что интересно, если я сейчас дам комментарии, а ты их запишешь и опять будешь делать по-старому, мы опять столкнемся с тем, что я опять буду вынужден дать комментарий, обосрать это дело и все такое. Нет, я не просто хочу сейчас, как бы, проехаться по человеку и сказать, что все говно. Нет. Из всего надо извлечь урок. А урок звучит следующий. Если у нас есть задача или проблема, которая напрямую влияет на нашу стратегию, на наш бизнес вообще, которая имеет большую степень влияния, это означает, что самый легкий способ решить эту проблему, это найти лучшего человека, который эту проблему решал. Понимаете? Но это же логично. То есть, если нам надо создать 10% лендинг, надо найти того, кто делал 50% и делал их много. Другой вопрос, что надо выяснить, а действительно ли он делал? А есть ли по факту такое опыт за плечами? Потому что вы столкнетесь с очень большим количеством людей, которые говорят о себе. Очень много чего. Ну, а мы вот делали, а мы вот делаем. Обещаний очень много. А вас-то интересует прошлое. Руководители отдела продаж. Вот мы сейчас столкнемся, вы все войдете в фазу, когда вы будете искать себе директоров по маркетингу, руководителей отдела маркетинга, коммерческих директоров, руководителей отдела продаж. Это по сути человек для решения проблемы, связанной с потоком, с отделом продаж. Вы как будете это делать? Первый вариант, построить отдел продаж самому и убить еще лет 6 на это. Другой вариант, найти руководителя отдела продаж. Ну, а как найти руководителя отдела продаж? Просто поставить руководителя отдела продаж и зарплату? Крайне высокий риск два месяца просрать впустую, пропалить бабки, а потом еще через 6 месяцев понять, что это в итоге не тот человек. Какой же все-таки метод позволяет нам понять, что этот человек решит нашу проблему? Ну, совершенно верно. Только это. Прошлое. Результаты, которые стоят за ним в прошлом. И эти результаты мы должны у него раскопать. Как бы... Ребята, ну это же просто. Как бы... Если человек сходится с вами по компетенциям, так скажу, куда вас не пусти, вы будете повторять примерно тот же самый сценарий действий. Вы это сами замечали за собой. Вот вы каждый имеете один, два, три ключевых навыка, каких-то ключевых технологий, которые вы реализуете лучше всего. Кто-то из вас, например, его хлебом не корми, дай табличку какую-нибудь нарисовать. Ну, сто пудов. То есть, ну вот, ну вот, пожалуйста. То есть, ты куда-нибудь попадешь на тусовку друзей, например, на вечеринку, бах, табличку быстренько сделали. То есть, любой бизнес ты начинаешь с таблицы, потому что вот ты человек-табличка. Да, диаграммы, процессы, ганты, вот они. А для вас, для всех это вообще непонятно. А кто-то из вас, например, думает, что любой бизнес надо хорошо отфоткать. Вот у вас такой вот принцип, что надо хорошо отфотографировать, чтобы картинки были хорошие. Вот фотосессию устроить. Опять же, вас хлебом не корми, дай устроить фотосессию. А кто-то из вас сразу, например, идет с того, что оформляет себе пространство. Такие тоже бывают. А кто-то из вас берет и сразу ищет человека какого-то. Суть в том, что у каждого из вас свой стиль. Этот стиль управленческий или вообще стиль поведения вы повторяете. Вот у меня, например, стиль сразу создать пакет материалов. Вот вы же видите, что мы все вас заставляем. Лендинг, блин, эта презентация. Я верю в это. Я действительно искренне считаю, что так и нужно. Мало того, я прав. Но у меня такой стиль. Куда я бы не пришел, в какой бы бизнес-проект я не пришел, я все равно сначала создаю лендинг, этот какого-то презентацию, материалы, тем самым выкручивая, ну, сам понимаю, что за бизнес, выкручиваю основные преимущества, кодирую акции, и потом мы начинаем работать. Ну, или параллельно мы начинаем работать. Короче, вы хотите ли вы это, не хотите, вы все равно ведете себя определенным образом везде. с этим вы согласны? Ну, реально, вас так или иначе тащат в одну степь. Так вот, и людей всех так тащат. Поэтому, если вы найдете человека, он сделает ничто другое, как свой предыдущий опыт. Понимаете? оказавшись у вас, он поведет себя точно так же, как вел себя до этого. С небольшой адаптацией, на самом деле. Поэтому, я крайне удивляюсь, когда люди нанимают человека из совершенно другой области компетенции. Ну, вот, например, кто-то продает автозапчасти. Или тюнинг какой-нибудь, или что-то еще. И он думает, откуда брать людей? Возьму из автодилера. То есть, из компании, которая продает автомобили. Но это же заведомо херовая идея. Почему херовая? С одной стороны, тут автомобили, и тут автомобили. Вроде предметная область общая. А почему мне не нравится эта идея? Почему? Потому что, если посмотреть на структуру продаж в этом рынке, она кардинально разная. Автомобили продаются длинным циклом. Так ведь? Там одно из самых главных понятий, это база плюс опции, всякие там кредиты, демонстрации и так далее. Запчасти продаются вот так вот большему количеству клиентов. Понимаете? Это вот как, например, в прошлом потоке была Барноя, она говорит, может мне из Мерседеса взять человека в автосервис мой? А я говорю, нет, тебе надо взять человека из Тануки. Почему из Тануки? Это же вообще ресторан. А потому что и там, и там есть постоянные клиенты, и там, и там есть работа с базой, с мобильными приложениями, и там, и там есть акции, и там, и там есть обслуживание. Суть в том, что вот по идее маркетинг Тануки отлично бы подошел, как я сейчас понимаю, к маркетингу автосервисов. Или крутого фитнес-центра подошел бы к маркетингу автосервисов. А наблюдая все автосервисы, нигде нет того маркетинга, который можно копировать. Понимаете? То есть нам нужно найти человека, который в прошлом обладает подобными нам компетенциями, в котором не продукт, а структуры продаж похожи на нашу. Длинные циклы сделки значит длинные циклы сделки. Высокомаржинальные значит высокомаржинальные. Дилерство значит дилерство. Розница значит розница. Сетевая розница значит сетевая розница. Тендеры значит тендеры. Вот они жанры. То есть жанр продаж похожий. Понимаете? Микроплатежи при больших трафиках это значит микроплатежи. Высокая доля онлайн маркетинга значит высокая доля онлайн маркетинга а что будет если вы такого вот знаете ропа трудовика но смысле оптовика трудовик но оптовика чистую звонки встречи сделки погрузите в компанию которой который живет на интернет трафике чтобы он с